12 июня В 1917 году площадь перед Финляндским вокзалом заполнила многотысячная толпа. Его встречали монархисты и большевики, эсеры и анархисты, члены Временного правительства. Оркестр играл Марсельезу. Газеты писали о возвращении то Серебряного князя, то дедушки русской революции. В журнале Нива подпись под его портретом звучала так – «Старейший из мучеников русской революции». Больше половины жизни истинный борец за свободу провел в изгнании. И в 74 года он вернулся на родину, чтобы стать в ряды создателей новой жизни России. Людям моего поколения хорошо известны эти кадры по старым советским фильмам. Вот так в апреле 1917 года здесь, на Финляндском вокзале, встречали Ленина, вернувшегося из эмиграции. А эту встречу было велено скоро забыть, хотя герой ее тоже революционер. Правда, в другой масти – он анархист, известный, знаменитый, теоретик анархизма, известный во всем мире, не чита Ленину. 40 лет он провел в эмиграции и вот решил вернуться на родину. Только зачем? Что он хотел сделать здесь? Кому он поверил? Жизнь Петра Кропоткина начиналась блестяще. Он родился в 1842 году в Москве в семье зажиточных дворян. Неспешное качественное домашнее обучение, затем казенная гимназия, в которой Петр влюбился в географию. Он принял активное участие в написании «География гимназии». Вот его характеристика своего первого класса. С юга он омывается морем Причистенкой. На востоке граничит с государством второклассников, а с запада прилегает к обширному государству четвероклассников, говорящих на чужестранном языке, именуемом латынью. Казалось, выбор сделан. Да не тут-то было. Личная история Петра Кропоткина вдруг пошла по иному пути. Санкт-Петербург, пажеский корпус, царские приемы, личное общение с императором. Но блестящая и безмятежная карьера царедворца не сложилась и в первую очередь помешал устроптивый нрав. Наш герой очень болезненно реагировал на любые попытки начальства ограничить вольности воспитанников. Ротный командир Федор фон Бревен взял было себе за правило присутствовать в классе при самостоятельной подготовке учеников. И Кропоткин заявил, тут место инспектора классов, а не ротного командира, за что, конечно, был посажен в карцер. Но и в карцере не предавался унынию. Научился выть и лаять по собачьим. Вдруг в жизни пригодится. И действительно пригодилось. В будущих экспедициях, когда приходилось перемещаться в лодке по реке в полнейшей темноте, пылает, прислушается, где другие собаки ответят, там и жилье. А из карцера тогда Кропоткина выпустили раньше срока. Испугались, что сходит с ума. На очередных каникулах Кропоткин произвел первое в своей жизни статистическое исследование. На ежегодной ярмарке, проводившейся в селе Никольском, он подходил к крестьянке и спрашивал, как поторговала бабушка. Та, например, отвечала, грех жаловаться, что Бога гневить, почти все продала. В результате из маленьких сумм, помечаемых в записной книжке, складывались десятки тысяч. Ярмарочный оборот. Обычное течение вещей. Никто никого ни к чему не принуждает. Как трава вырастает сама по себе, так и ярмарка. Год крестьянин работал, наторговал, продал. Теперь год будет тратить и снова работать. И так во всем мире. Живая жизнь природы и простых людей оказалась гораздо интереснее, чем лицемерные игры при царском дворе. И Кропоткин отказался от военной карьеры. В том числе и потому, что уже в пажеском корпусе начали формироваться его анархистские взгляды. Начало им было положено во время военных учений, когда уставшие, голодные, к тому же сбитые с толку бессмысленности всего происходящего, воспитанники отказались подчиняться командам самого императора. А ведь многие его искренне любили и боготворили. Я понял тогда, как много в военное время зависит от духа армии и как мало можно сделать путем одной дисциплины, когда от солдат требуется больше, чем средние усилия. Одной дисциплиной нельзя привести усталый отряд к определенному часу на поле битвы. Лишь энтузиазм и доверие могут в подобные минуты заставить солдат сделать невозможно. Но ведь и в мирное время должно быть ровным счетом то же самое. Не дисциплина, а энтузиазм и доверие обещает победу. И Кропоткин проверяет эту мысль на себе. Он решает оставить столицу и направиться на поиски. Но не приключений, а местоприложений сил и своей новой теории. Итак, Кропоткин отказывается от блистательной придворной жизни и уезжает в Сибирь. «Тебе не страшно ехать так далеко?» спросил Александр Второй своего камерпажа Кропоткина. «Нет, я хочу работать», отвечал 19-летний придворный. «Проводить реформы, намеченные Вашим Величеством». Государь на это ничего не выгодил. Сибирь Кропоткина обескуражила. «Каковой показалась мне Сибирь? Обманула? Ведь с детства учат нас про сибирскую тайгу, про дундры, про степи. И мы при слове «степи» рисуем себе Сахару с ее песками. А тут выходит совсем наоборот. До Тюмени еще и несколько за Тюменью тянутся безотрадные болот. Едешь по гате, а кругом густая высокая трава, но не суйся в нее. Сгинешь, так и втянет в тину». Он мечтал заниматься научными исследованиями, но приходилось выполнять и секретное поручение. Вот где пригодился его авантюризм. Однажды в Манчжурье чиновник потребовал у Петра Алексеевича паспорт. Скромная бумага впечатление не произвела. «Паспорт должен быть таким», – сказал чиновник и продемонстрировал лист бумаги, закрученный в свиток. «Хорошо», – согласился Кропоткин. «Вот мой настоящий паспорт». И развернул перед чиновником полосу московских ведомостей. Сработало. В тот год Кропоткин совершил свое первое научное открытие. Пройдя хребет Большой Хинган, он обнаружил там потухшие вулканы. Но пребывание в Сибири обернулось и новой неожиданностью. Кропоткин разуверился в царских реформах. «Пять лет, проведенных мною в Сибири, были для меня настоящей школой изучения жизни и человеческого характера. Я приходил в соприкосновение с различного рода людьми, с самыми лучшими и с самыми худшими, и убеждался, как мало может дать им правительство, даже если оно одушевлено лучшими намерениями. В Сибири я утратил всякую веру в государственную дисциплину. Я был подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом». И только опыт генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского привел его в полный восторг. Чтобы реализовать правительственный план по заселению подведомственных территорий, губернатор освободил тысячу каторжников и расселил их в низовьях Амура. Кто был женат, к тому приехали их жены. Для холостых освободил из женской каторжной тюрьмы несколько сотен баб, обвенчал и сказал им, «С Богом, дедушки, вы теперь свободны. Обрабатывайте землю, сделайте ее русским краем, начните новую жизнь». Опыт губернатора удался. А Кропоткин сделал для себя очередные выводы. Всего-то и надо свести к минимуму насилие над человеком, чтобы власть всего лишь выполняла функции мудрого агронома и не пыталась вмешиваться в естественное развитие событий. Ведь агроном не пытается для достижения урожая посадить часть кустарников за решетку, часть лишить солнечного света, часть побить плеткой, а часть уничтожить. И власть тоже не должна этого делать. Но во всем мире она испытывает наслаждение от насилия. И выход, похоже, один – революция. По возвращении из Сибири Петр Алексеевич вошел в пик своей географической карьеры. Он открыл, что все карты Сибири врут, и перерисовал их. За это был удостоен золотой медали. А ведь Кропоткин был классическим самоучкой. Знания в Сибири он брал из книги наблюдений, что называется «По ходу дела». В Петербурге Кропоткин поступил в университет. Его выбрали действующим членом императорского русского географического общества. Ведь это он предсказал существование целого архипелага, который впоследствии действительно был обнаружен австрийцами и назван землей Франца Иосифа. А во время экспедиции в Финляндию он обнаружил следы великого ледника, спустившегося со скандинавских гор. Неудивительно, что в 1871 году Кропоткин получает лесную телеграмму из Русского географического общества. Совет просит вас принять должность секретаря общества. Кропоткин ответствовал. «Душевно благодарю, но должность принять не могу». Наука – великое дело. Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может, даже больше, чем многие мои собратья. Но какое право я имел на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба. В то время жизнь его была гораздо интереснее, чем могли пообещать ученые мужи. Кропоткин мог пообедать в зимнем дворце у приятелей папажескому корпусу, затем брал извозчика и отправлялся на Васильевский остров. На окраине столицы он, изящно одетый, элегантный молодой человек в очках, заходил в невзрачный дом. Через некоторое время оттуда выходил степенный бородатый крестьянин, и отправлялся в дом на соседней улице, где рассказывал собравшимся о существовании интернационала рабочих, которые ведут борьбу за свои права. По мне это было чистое транжирство. Настоящий, серьезный ученый, геолог, географ, автор блестящих открытий и новых идей бездарно тратил свое время на соблазнение рабочих и крестьян каким-то светлым будущим. Конечно, романтично, но абсолютно бессмысленно. 21 марта 1874 года он сделал сенсационный доклад в русском географическом обществе. Он утверждал, что некогда огромное пространство Северной Европы и Сибири были покрыты ледниками. А на следующий день после научного триумфа сырой каземат. Кропоткина арестовали за участие в тайном кружке. Как политического узника его определили в Петропавловку, но сделали некое послабление в режиме. По личному указанию царя Кропоткину дали перо, бумагу и возможность пользоваться книгами. И за два года пребывания в тюрьме Петр Алексеевич перечитал множество книг, написанных на русском, итальянском, немецком, французском, выучил два новых языка – шведский и норвежский, а также составил фундаментальный научный труд исследования о ледниковом периоде. Свобода. Вот что главное у жизни. Свобода. Осознанная, желанная. Не для пьянства, не для блуда, а для творчества и процветания. Но ни одно государство не сможет этого обеспечить. Ведь в первую очередь оно будет заботиться о своей собственной безопасности. А значит, уничтожать любой зародыш конкуренции. То есть, все самое талантливое, самое достойное. Каким бы оно ни было, буржуазным, рабочим, крестьянским, неважно. Выход один. Упразднить государство. Через два года, в июне 1876-го, Петр Алексеевич бежал. Кропоткин был единственным заключенным, которому удалось бежать из Петропавловской тюрьмы за всю многовековую историю ее существования. И не нашли его благодаря тому, что сразу после побега Петр Алексеевич предложил обмыть это событие в дорогом ресторане. Расчет его был верен. Полицейские искали беглеца во всех мыслимых и немыслимых местах, но только не в фешенебельной ресторации до Дона. Сразу после ужина Кропоткин поспешил в Швейцарию. Юрские горы притягивали его как магнит. В маленьких городках, рассеянных по горным склонам, трудились бывшие соратники, французские эмигранты, участники Парижской коммуны. Все они были анархистами. Анархия – это учение, которое стремится к полному освобождению человека от иго-капитала и государства. Освобождение от иго-капитала есть основная цель социализма. А потому уже из этого определения видно, что анархизм есть одно из социалистических учений. Летом 1881 года Юрская Федерация делегировала Кропоткина на Международный Конгресс Анархистов, проходивший в Лондоне. Его выступление вылилось в ряд смелых мыслей. О стремлении современного общества к самоорганизации, к образованию всевозможных объединений, независимых от государства, о неизбежности анархизма. Он становился опасен уже не только в России. В том же году за революционную работу Кропоткина выгоняет из Швейцарии. А спустя пару лет, уже во Франции, осуждают на пять лет и сажают в тюрьму Клерво за причастность к местным анархистам и их террористическим актам. Кропоткина не выпускали дольше всех осужденных по этому делу. Его освобождению противился российский император Александр Третий. И видного анархиста держали в застенке из дипломатических соображений. Но за стенами тюрьмы разгорались страсти международного масштаба. В его защиту написали петицию писатели Виктор Гюго, Герберт Уэллс, философ Герберт Спенсер. Кропоткина освободили через три года. Досрочно. И он продолжал работать. Для революции и для науки. И все больше стирается грань между наукой и политикой. Это видно даже в названиях его научных трудов. Взаимопомощь среди животных и людей. Современная наука и анархизм. Так окончательно сформировалось мировоззрение Кропоткина. Нужно любить природу и любить людей. И по возможности не вмешиваться в естественное развитие и того, и другого. Он призывал учиться у природы. Ведь в природе нет власти. Не должно ее быть и в обществе. Природа устроена по принципу равновесия малых частиц. Коммунистическое общество имеет такое же построение. Федеративный союз самоуправляющихся единиц. Его жизнедеятельность обеспечивает стремление людей к взаимной помощи. Как биолог Кропоткин доказывает, что взаимопомощь – такой же естественный закон природы, как и взаимная борьба. Более того, это наиболее сильный инстинкт. Отсюда следовало, что порочно не человеческая природа, а социальная система. Нам возражают, что когда мы требуем уничтожения государства и всех его органов, мы мечтаем об обществе, состоящем из людей лучших, чем те, которые существуют в действительности. Тысячу раз нет. Но власть портит даже самых лучших людей. Они утрачивают способность самостоятельно мыслить и действовать. Его добровольное изгнание закончилось лишь в 917 году. Керенский предложил Кропоткину любой на выбор министерский пост в правительстве. Кропоткин ответил, что считает ремесло дворника или же чистильщика сапог более честным и полезным, нежели службы государства. Он же был анархист. Но в Россию вернулся. Еще бы, именно она становилась центром глобальных социальных перемен. Конечная цель анархистов состоит в том, чтобы выработать жизненным опытом такой общественный строй, в котором нет никакой верховной государственной власти, а страна представляет собой вольные союзы вольных общин и вольных производственных групп или артелей, возникающих на основах взаимного договора и решающих возможные споры между собой не путем насилия и оружия, а путем Тритейского суда. А после был Октябрь. И настороженность Кропоткина переросла в отчетливое неприятие всего происходящего вокруг. Он не молчал, говорил, что думал, даже самому Ленину. Если бы даже диктатура партии была подходящим средством, чтобы нанести удар капиталистическому строю, в чем я сильно сомневаюсь, то для создания нового социалистического строя она безусловно вредна. Совершаются самые грубые ошибки, за которые приходится расплачиваться тысячами жизней и разорением целых округов. Кропоткин отказался жить в столицах. Выбрал подмосковный город Дмитров. Здесь он чувствовал себя спокойно и уверенно. В бывшем барском доме Алсухевых его сберегала охранная грамота. В удостоверении, выданном известному русскому революционеру, было написано, что советские власти в тех местах Российской Федеративной и Советской Республики, где будет проживать Петр Алексеевич Кропоткин, обязаны оказывать ему всяческое и всемирное содействие. Ни его вещи, ни его квартира, и всякий живой и мертвый инвентарь ни в коем случае не подлежат ни конфискации, ни реквизиции. Он писал свой фундаментальный труд под названием «Этика», помогал местному краеведческому музею и подводил итоги. Вот и все. Жизнь подходит к концу. Что удалось мне понять? Любая революция – утопия, любая власть – насилие, всякая политика – мерзость, и ничего не изменить. Выход один – устраниться, быть ближе к земле, к простым людям, не бороться за счастье всемирное, а жить этим счастьем и дарить его людям вокруг. А власть, ну, может быть, когда-нибудь ее удастся упразднить. Но не скоро. Ой, не скоро. В начале 21-го года Петр Алексеевич заболел. Из Москвы прибыла бригада самых квалифицированных докторов, но поделать ничего было нельзя. 8 февраля Кропоткин не стал. Удивительно, но смерть Кропоткина явилась очень даже кстати большевистской власти. Он со своими убеждениями, со своим авторитетом сделался опасен. Президиум в ЦИК постановил, предложить ВЧК по ее усмотрению отпустить содержащихся в местах заключения анархистов для участия в похоронах Кропоткина. И ВЧК согласилась. А Ленин даже позволил анархистам издать свою однодневную газету со всеми теми высказываниями, которые они хотели сделать честь и память своего гениального учителя. И те ее действительно издали в годовщине смерти Петра Алексеевича. Петр Алексеевич Кропоткин прожил долгую и очень цельную жизнь. И никогда в течение этой жизни он не отступал от своих идеалов. Ни в ссылке, ни в эмиграции, ни в социалистической России. От идеалов полноценного общества, свободного от насилия кучки людей, называемых правительством. Таких естественных идеалов и таких невыполнимых. Немов. Немов.